Бокал с пивом это все, что удалось похитить преступнику во время вооруженного ограбления бара в Праге. Увидев налетчика, сотрудники и клиенты заведения не испугались и дали ему отпор. Все это зафиксировали камеры наблюдения. Из Чехии мой коллега Алексей Пономарев. Самое неудачное в новейшей криминальной истории Чехии ограбление произошло здесь, в одном из баров на улице Соколовска в Праге. Преступник, вооруженный револьвером, ворвался в помещение, крикнул на это ограбление и собирался уже забрать выручку и ценные вещи клиентов заведения. На записи, сделанной камерами наблюдения, видно, как грабитель направляет пистолет на посетителей, которые сидят за барной стойкой. В ответ никакой реакции. Никто не прячется, не убегает. Налетчик явно растерян. Мы все посмотрели на него, как на идиота. На дворе ночь почти, а он в солнечных очках. Да и денег в кассе у нас уже не было. Инкассаторы забрали выручку пару часов назад. Ему ничего не оставалось, как схватить чей-то бокал пива и бежать. Но даже украденное пиво грабителю не удалось выпить. За ним сразу же пустились в погоню бармен и отчаянный посетитель бара. Когда они настигли налетчика, тот выстрелил, но револьвер дал осечку. Преступнику все же удалось оторваться от преследования. Он забежал за угол соседнего дома и сразу попал в руки полицейских. Наш наряд работал по другому вызову, неподалеку от того бара. И тут на них выскакивает вооруженный человек. Недолго думая, они его и скрутили. Это преступление полностью попадает под статью «Вооруженный грабеж» и наказание по ней до 10 лет лишения свободы. Бокал пива, украденный налетчиком, стоил всего 14 крон, чуть меньше 30 рублей. Пиво в ходе погони пролилось, а бокал заведению вернули. Теперь этот бар стал самым известным и популярным в округе среди экстремалов. А вот приличная публика предпочитает его обходить стороной. Мало ли, что еще здесь может случиться. Алексей Пономарев, Вести, дежурная часть Прага, Чехия.